МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Народные новости в студии Никита Борискин. Главная тема сегодня. Большие планы, серьезные цели. Депутат Государственной Думы РФ Виталий Ефимов встретился с активом регионального отделения ОНФ Мордовии. Сто лет в ногу со временем. Газета «Темниковские известия» в этом году празднует свой вековой юбилей. Чемпионат России по фигурному катанию в Саранске теперь официально открыт. Горячая битва на льду в самом разгаре. Пресс-конференция Владимира Путина стала одним из самых цитируемых событий в мировых и российских СМИ. В первую очередь отмечают особенный формат встречи с журналистами, уникальный для международной практики. Президент ответил на обширный круг вопросов, которые касались экономики, внутренней политики и международных отношений. Тему продолжат Вячеслав Кузьменко и Сергей Соколов. От слов приветствия до поздравлений с наступающим Новым годом в конце встречи прошло 3 часа 43 минуты. За это время 1700 журналистов со всего мира задавали вопросы Владимиру Путину. Президент начал большую пресс-конференцию с итогов уходящего года. За 10 месяцев внутренний валовый продукт вырос на 1,7%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. По итогам года рост прогнозируется – 3%. Растет грузооборот и объемы розничной торговли. В числе положительных факторов – повышение потребительского спроса. После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но все-таки положительный тренд рост реальных располагаемых доходов населения. Где-то по последним данным он составит 0,5%. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень заработной платы за первые 10 месяцев текущего года – это 7,4%. А по итогам года ожидается где-то 6,9%, около 7%. Затем перешли к вопросам. Их в ходе разговора было задано 66%. Темы поднимались разные. Большое значение уделили международным проблемам и путям их решения. Об этом Путина спрашивали журналисты из США, Великобритании, Турции, Китая, Афганистана и других стран. Зарубежных гостей волновали отношения между странами и цели России на международной арене. Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, связано с расходами на оборону, 700 с лишним, миллиардов долларов Соединенные Штаты потратят на оборону, а мы 46. На минуточку. У нас 146 миллионов граждан в России, а в странах НАТО 600 миллионов. И вы считаете, что наша цель – управлять миром? Это штамп, который навязывается общественному мнению западных стран для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов. Затронули тему взаимоотношений с ближайшим соседом России – Украиной. Здесь президент подчеркнул, что рано или поздно все противоречия будут устранены, и наши страны вернутся к нормальному диалогу. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот между Украиной и Россией, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растет, в том числе вырос за уходящий год. В текущем году он тоже вырос. Это не странно? Нет, не странно, потому что это естественные связи. И эти естественные связи когда-нибудь всё-таки дадут о себе знать. Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чём, собственно говоря, интерес своего собственного народа, вот такая ненормальная ситуация будет продолжаться. Журналисты федеральных СМИ спрашивали президента об экономических показателях. С каждым годом растет количество расчетов с зарубежными партнерами в их национальных валютах. И уже сейчас рубль претендует на роль резервной региональной валюты. В этой связи применяются меры по укреплению рубля. Первое – это сократить волатильность. Курс должен быть стабильным. И в целом нам удается это сделать в последнее время. Это связано с деятельностью Центрального банка, это связано с деятельностью правительства Российской Федерации. Как вы видите, он стабилен, он даже несколько оторвался уже от колебаний цен на энергоносители и на нефть. В том числе и благодаря введению плавающего курса рубля. Вот это первая задача. А вторая задача, но надо и дальше. Стабильность обеспечить, низкую инфляцию держать. Вот это чрезвычайно важные обстоятельства. Но и следующий шаг – нужно развивать финансовую инфраструктуру в расчетах в рублях. Отдельная тема – приоритетные национальные проекты. В бюджете страны на ближайшие три года заложены огромные средства на их реализацию. 20,8 триллиона рублей – это только по нас проектам запланировано. Еще 6,5 триллионов – отдельный план по развитию инфраструктуры. Естественно, их нужно сконцентрировать в каких-то прорывных документах. И можно как угодно назвать эти планы развития. Но их назвали национальные проекты. Во всяком случае, это ясно поставленные цели. Без постановки целей, в какие бы ни упаковать конверты эти цели, невозможно добиться конечного результата. Поэтому и 12 национальных проектов было создано, и еще план развития инфраструктуры. Напомню, по каким направлениям это будет развиваться. Первое – это здравоохранение, образование, наука. То человеческий капитал, без чего никакой прорыв вообще невозможен. Подняли тему здравоохранения и производства лекарственных препаратов. В этой связи президент сказал, что в этом направлении положение дел в России улучшается. Как считает Владимир Путин, наше лекарство не хуже импортных аналогов. Но это не означает полного отказа от зарубежных препаратов. Сейчас мы производим, допустим, 80% жизненно необходимых лекарств. 80%. Причем, все больше и больше не просто это дженерики, которые мы берем из-за границы, а это и первоначальные субстанции изготавливаются в России. В целом у нас работает эта программа, по-моему, она с 2015 года, нет, раньше даже началась, до 2020 года. По поводу развития фармацевтической промышленности и медицинской промышленности. Она работает, там предусмотрено около 200 миллиардов рублей, и она работает в целом достаточно эффективно. Это важнейшее направление нашей работы, мы, безусловно, будем его продолжать. Огромное количество вопросов поступило от региональных журналистов. Они касались в основном частных моментов, таких как открытие образовательных учреждений, строительство и ремонт крупных региональных объектов. Ближе к завершению общения с журналистами Владимира Путина спросили, какие события он считает самыми важными в уходящем году. Президент ответил – выборы и чемпионат мира по футболу. В этих событиях Мордовия приняла непосредственное участие. На выборах за Владимира Путина проголосовали более 85% жителей республики. Ну а про четыре матча чемпионата мира по футболу в Саранске мы сейчас вспоминаем с удовольствием. К сожалению, мне задать свой вопрос Владимиру Путину не удалось. Не помогла даже такая красивая вышитая рубашка, которую я надел специально для того, чтобы быть заметным. Так что следующая попытка представится лишь через год. Вячеслав Кузьменко, Сергей Соколов, специально для Народных новостей, с большой пресс-конференции президента страны. Горячая битва на льду уже в самом разгаре. Саранск уже увидел главную дуэль этого года – Алина Загитовой и Евгений Медведевой. Любые старты не обходятся без церемонии открытия. Она прошла в Ледовом дворце 20 декабря. Подробности далее. Во всех смыслах чемпионат России по фигурному катанию – события значимые. Для Мордовии это лишнее доказательство, что наш регион спортивный. Для истинного зрителя, а в Саранске почитателей этого вида спорта действительно много – это радость и настоящий праздник. Звезды мирового уровня, олимпийские чемпионы и многочисленные призеры самых разных соревнований катаются в 20 метрах от тебя. Наблюдать воочию за этим действом – истинное удовольствие. На официальной церемонии открытия на льду появились местные воспитанники. И, конечно же, не обошлось без почетных гостей. Глава Мордовии Владимир Волков, всеми любимая Татьяна Тарасова, а также представители Федерации фигурного катания Александр Горшков и Александр Коган приветствовали зрителей. Конечно, чемпионат России – это признание спортивного успеха в республике Мордовии. Мы так обошли, это большое доверие нам. Это доверие, потому что мы активно развиваем спорт в республике. Различный вид спорта. Билетов в кассах не было уже за несколько дней до старта ледовых баталий. Руководство республики высоко оценило вклад гостей в церемонии. Каждому из них Владимир Волков вручил ордена славы третьей степени. Мы будем проводить самые интересные на мой взгляд, на наши дороги. И самое интересное, это я здесь, которое мы будем на моей взгляды, потому что здесь, на этой минуте, мы не сможем помогать стране, которая будет защищать честь молодежь и честь класса. Спасибо вам большое за вашу любовь. Чемпионат России по фигурному катанию завершится 23 декабря показательными выступлениями. Спиртозаводу в селе Кем-Личалковского района исполнилось 190 лет. Поздравить трудовой коллектив предприятия приехал председатель Государственного собрания Мордовии Владимир Чебиркин. Затем, как проходило торжественное собрание, наблюдали Вячеслав Кузьменко и Денис Ноздрюхин. При селе Кем-Личалковского района, поручика Степана Степановича Кроткова при реке АллатРь основан в 1828 году паровой винокуренный завод. Так звучит первое историческое упоминание Кем-Личалковского испиртозавода в статистической и топографической таблице о состоянии Лукояновского уезда. Документ, датированный 1832 годом, подтверждает, старейшему предприятию Мордовии исполнилось 190 лет. Со славной трудовой историей завода гости познакомились на выставке. В это время в зале районного дворца культуры собрался коллектив спиртзавода. 190 лет. Это одно из самых старейших предприятий нашей республики. И оно было заложено на вашей плодородной кемлянской земле. Не случайно Степан Степанович заложил вот эти вот зерна, которые дали не только всходы, но и богатые такие корни, которые позволяют сегодня предприятию производить такую качественную продукцию, развиваться. Владимир Чебиркин наградил лучших тружников предприятия. Водитель автокрана Василий Костюшов за многолетний добросовестный труд удостоен почетной грамоты главы Мордовии. Я проработал на спиртзаводе кемлянском 20,5 лет. Это дружный коллектив. Я хочу всех поздравить с этой знаменательной датой весь коллектив, руководство. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви, семейного благополучия. Побольше, конечно, зарплаты, денег. Несмотря на почтенный возраст, предприятие работает отлично. Этот год для коллектива ознаменовался новой покоренной высотой. Предприятие впервые выпустило «Экоспирт». Градус ответственности повысило присутствие на торжестве представителей Росалкогольрегулирования. Предприятие является значимым не только для республики, но и в целом для Российской Федерации. Технологическое переоснащение и внедрение новых технологий отразились и на всероссийские признания качества кемлянской продукции. Завод хранит великие традиции отечественного спиртового производства и, опираясь на них, способствует развитию спиртовой отрасли России весьма плодотворно, эффективно и целенаправленно. Глава Ичалковского района Валентина Дмитриева выросла в микрорайоне спиртзавода. С детства она помнит удивительный запах хлебной корочки, который всегда шел, когда дымилась заводская труба. Почти двух вековая история становления, развития, совершенствования. Это звучит достойно, гордо, красиво. Поздравляем! В цехах и отделениях Кемлинского спиртзавода сейчас работает 197 человек. Желающих влиться в коллектив много, но текучки нет. Случайные люди на предприятии не задерживаются. Остаются только те, кто серьезно, ответственно и с любовью делает свою работу. На торжестве чествовали трудовые династии. Четыре поколения семьи Кошельковых-Бароновых работали на спиртзаводе. Общий стаж более 400 лет. Вячеслав Кузьменко, Денис Ноздрюхин. Народные новости. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Ефимов встретился с активом регионального отделения ОНФ в Мордовии. Речь шла об итогах съезда Центрального штаба Общероссийского народного фронта, деятельности регионального отделения на территории Мордовии и выполнении нового майского указа президента России Владимира Путина. 2,5 миллиарда рублей будет выделено для реализации двух проектов по дорожному строительству на территории нашей республики. 50% дорог будут доведены до нормативного состояния. Таким образом, за 6 лет только в районах произведут работы на сумму более 11 миллиардов рублей. Чтобы дороги были у нас хорошие в России, нужно, чтобы их межремонтные, между капитальным ремонтом, когда заново-заново ремонт будут делать, прошло не менее 10, то есть стойкость их должна 10-12 лет. Вот представьте, если у нас сейчас 5-7, то ту дорогу, которую мы сделали в 2019 году, в 2024 году, я что, придется делать заново? Нужны новые технологии, материалы, техника совсем другая, кадры. Виталий Ефимов ознакомился с деятельностью регионального отделения ОНФ в части выполнения нового майского указа президента России. Отмечена работа в Мордовии будет выполняться по всем обозначенным направлениям. Республика будет участвовать в 55 национальных проектах и 67. Буквально на днях, 13 декабря, подготовлено 13 региональных паспортов по всем проектам. Они отправлены в Москву, соответственно, на согласование. После некоторых корректировок они будут доведены опять до регионов. И республика приступает к реализации этого майского суперуказа. Отдельное внимание было уделено здравоохранению. Открытие фельдшерско-акушерских пунктов в районах в Мордовии и строительство поликлиники онкологического диспансера позволит увеличить продолжительность жизни населения путем профилактики и выявления заболеваний на ранней стадии. И такой объект у нас строится. Предполагается выделить большие средства. Цокольный этаж уже готов. И по планам в следующем году должно быть возведено само здание и с последующим преступлением уже к отделке, к тому, чтобы вот этот онкодиспансер у нас в республике заработал. Виталий Ефимов призвал региональное отделение ОНФ принять участие в реализации важных для республики проектов. Действует через обращение в Центральный штаб Общероссийского народного фронта. Ирина Пятина, Евгений Фролкин. Народные новости. 22 декабря свой профессиональный праздник отмечают все работники энергетической промышленности. Накануне праздника в Государственном музыкальном театре имени Яушева прошло праздничное мероприятие, посвященное этому дню. Сотрудников и ветеранов отрасли пришли поздравить руководителей республики. Подробности далее. Гостей приветствует духовой оркестр. Собравшиеся в стенах театра работники энергетической промышленности. Без этих людей в наших домах не было бы ни тепла, ни света. А на улицах не то что иллюминаций обычных фонарей. А без энергетики не было бы ничего сейчас. Представьте себе, вы приходите домой, у вас печка дровами топится, у вас свечка на столе, ни компьютеров и ничего. Ведь все блага практически, это энергетика. Наш домашний уют с вами зависит от работы именно энергетика. То же самое с предприятиями. Все предприятия, это сейчас энергоемкие отрасли, требуют и энергетики, электричества и тепла. На торжественном собрании лучшие сотрудники отрасли. Для каждого из них энергетика – это призвание, дело всей жизни. От имени главы республики Владимира Волкова собравшихся поздравил председатель правительства Мордовии Владимир Сушков. Энергетика является одной из важнейших основ экономики России и Мордовии. От вашей работы, уважаемой энергетики, напрямую зависит бесперебойная работа промышленных предприятий республики, социальных и государственных учреждений. Стабильная работа энергосистемы региона определяет устойчивый рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства, жилищного строительства, социальной сферы, а в конечном итоге улучшение качества жизни людей. Модернизация тепловых и электрических сетей позволяет наращивать объемы производства во всех отраслях экономики, гарантирует бесперебойное тепло- и энергоснабжение жилых домов. Также было отмечено, что Мордовия на высоком уровне подготовила и провела мировое первенство. Ведь на Саранск, как на самый маленький город, организатор было обращено пристальное внимание. При проведении матчей не было отмечено ни одной аварийной ситуации, отметил Владимир Сушков. Вы с честью справились с поставленной перед вами задачей, обеспечили энергетическую стабильность и безопасность во время этого мероприятия. Энергетическими компаниями своевременно и в установленные сроки построены и введены в эксплуатацию все те объекты электроэнергетики, которые были задействованы в энергообеспечении чемпионата. Осенне-зимнему периоду мордовские энергетики провели большую подготовительную работу. Были проведены ревизии и ремонт электрических сетей, общая протяженность которых более 4,5 тысяч километров. От официальной части перешли к более торжественной – награждению. Лучшие сотрудники получили заслуженные награды. А некоторые удостоились медали за вклад в проведение чемпионата мира по футболу. Энергетический комплекс республики качественно выполняет поставленную перед ним задачу – обеспечение комфортной жизни жителей Мордовии. Валерия Никитина, Сергей Соколов, Народные новости. В Саранске прошла 19-я сессия Совета депутатов городского округа 6-го созыва. Основным вопросом повестки стало внесение изменений в бюджет. О том, какой будет городская казна, в следующем сюжете. Необходимость корректировки городской казны связана с увеличением собственных доходов и межбюджетных трансфертов. Доходная часть 2018 возрастет более чем на 49 миллионов рублей. На такую же сумму будут большие расходы. Таким образом, дефицит останется неизменным. Доходная часть бюджета составит около 8 миллиардов рублей. Расходная – почти 9 миллиардов 200 миллионов. Что касается расходов на плановый период, то в 2019 году 60% всего городского бюджета будет потрачено на социальное направление. В 2019-2021 годах приоритетами бюджетных инвестиций станет завершение и продолжение строительства, реконструкции начатых объектов и объектов, строительство которых осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Так, в бюджете 2019 года предусмотрены средства на завершение строительства двух новых детских садов, разработку проектно-сметной документации на строительство еще трех новых детских садов, строительство которых также планируется осуществить в трехлетний период. Социальную тему продолжил глава Саранска. Приоритетный он назвал задачу своевременной выплаты заработной платы. Кроме того, Петр Тултаев подчеркнул, что в 2019-м уже не будет больших дорогостоящих строек. Деньги пойдут на ямочный ремонт, содержание дорог, благоустройство дворовых территорий. Все социальные выплаты будут сохранены. И задачи из задач – строительство домов по программе ветхого и аварийного жилья. Программа планируется продолжить в 2019 году. В федеральном программе пока неизвестны сроки. Но для сегодня я скажу, что у нас уже сейчас признанными ветхими и аварийными более 40 домов. Это очень-очень много. К сожалению, у нас самих средств нет, чтобы реализовать и выполнить все задачи, которые здесь стоят перед нами. Но опять же, эта проблема, она актуальна для всей страны. И на съезде «Единой России» перед нами выступал министр строительства Российской Федерации. Он озвучил, что программа будет работать в 2019 году. Правда, конкретные сроки действия программы не обозначены. Одной из неприятных новостей на сессии Гурсовета стали планы по сокращению сотрудников городской администрации. Почеркнуто, что штат аппарата и так самый маленький в ПФО. Сейчас это 328 человек. Более 10 из них в новом году потеряют работу. Градоначальник говорил об этом с большим сожалением, но подчеркивал, цитата, что необходимо экономить. Елена Решетникова, Народные новости. Общественный совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей подвел итоги работы за прошедший год и обсудил планы на 2019. О том, с какими вопросами и проблемами столкнулись члены совета и какие пути их решения были найдены в материале моих коллег. Как снизить сумму штрафа, провести процедуру банкротства и получить нужные документы? За прошедший год вопросов от представителей бизнеса поступило немало. Более 60 жалоб федеральных и региональных, 95% из которых было решено в пользу предпринимателей. Примеры наших побед за 4 квартал 2018 года заключаются в том, что одному предпринимателю мы помогли участием своим в суде снизить штраф вдвое по трудовой инспекции. Другому предпринимателю мы сейчас помогаем в снижении кадастровой стоимости его земельного участка, потому что не совсем правильно была определена стоимость. И, исходя из этого, будет неправильно рассчитана налоговая база. Сферы и проблемы разные. Общественный совет приуполномоченным по защите прав предпринимателей рассматривает все поступившие вопросы. Сделано много, но и впереди работы достаточно. На 2019 год, во-первых, нами уже запланировано мероприятие также по общественному совету. На 2019 год мы хотим реализовать в республике Мордовия единый день отчетности контрольно-надзорных органов. То есть, чтобы все контрольно-надзорные органы, кто участвует в реформировании системы, они отчитывались в один день. Члены общественного совета обсудили итоговый перечень мероприятий, дорожные карты развития малого предпринимательства в Мордовии. Этот план направлен на снижение административных барьеров при ведении бизнеса и улучшение инвестиционного климата в нашей республике. Ирина Пятина, Владимир Надькин, Народные новости. Промышленное производство в Мордовии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 9,5%. Рост зафиксирован во всех наблюдаемых сферах деятельности. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства «Регнум» со ссылкой на данные Мордовия-Стата. В ценовом выражении рост составил 15,5%. Отгружено товаров и выполнено работ и услуг собственными силами 178,531 млрд. рублей. Максимальный рост показателя физического объема производства наблюдается в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Производство увеличилось в 2,6 раза. В денежном выражении производство выросло в 2,9 раза. В сфере добычи полезных ископаемых в физическом выражении рост составил 18,9%. Однако в стоимостном выражении наблюдается снижение показателя на 26,9%. В сфере обрабатывающих производств показатель физического объема вырос на 6,4%. Произведено товаров на 13% больше, чем за 11 месяцев предыдущего года. Также наблюдается рост объема в сфере обеспечения электрической энергии, газом и паром, а также кондиционирования воздуха на 5,5%. Предприятия произвели товаров и услуг на сумму 11,76 млрд. рублей или на 7,7% больше аналогичного периода прошлого года. По городу и республике пронеслась волна слухов об отключении аналогового телевидения с 2019 года. В нашу редакцию поступает множество звонков по этому поводу. Большинство от жителей Саранска, которые пользуются кабельным телевидением. За подробной информацией мы обратились к ведущему оператору кабельного телевидения в нашем городе, компании «Контакт ТВ». Слухи об отключении кабельного телевидения в Саранске абсолютно беспочвены. Все дело в том, что Минкомсвязи России опубликовал на своем сайте план по отключению аналогового вещания в субъектах Российской Федерации. По этому плану в Мордовии оно произойдет в апреле 2019 года. Что это означает для абонентов кабельного телевидения? Абсолютно ничего. Им не нужно ничего покупать, никакого дополнительного оборудования, никаких приставок, потому что, чтобы смотреть кабельное телевидение, достаточно самого обыкновенного телевизора. Все эти новости об отключении касаются только аналогового вещания с государственных телевышек. Абоненты кабельного телевидения Саранска могут не волноваться. Ни в 2019 году, ни потом отключение не произойдет. В каком бы формате, аналоговом или цифровом, их телевизоры не принимали сигнал. Все как раз наоборот. Если вы хотите быть уверенными, что не потеряете телевидение в 2019 году, подключайтесь к кабельному телевидению и наслаждайтесь огромным выбором телеканалов и отличным качеством. Всех жителей города и республики, и особенно наших абонентов, мы хотим поздравить с Новым годом и Рождеством и пожелать всего самого наилучшего в 2019 году. Если вы хотите подключиться к кабельному телевидению, звоните по телефону 47-88-88 для жителей центральной юго-западной части города Ихимаша и 72-76-15 для жителей светотехстроя. Также можно обратиться в абонентские отделы по следующим адресам. Улица Терешковый, дом 9 для жителей центра юго-запада Ихимаша и Пушкина 30А для жителей светотехстроя. Власти Мордовии рассчитывают увеличить экспорт сельхозпродукции местных предприятий в четыре раза к 2024 году. В основном за счет поставок продукции мясопереработки. Об этом сообщил в среду ТАСС первый зампредседателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Владимир Сидоров. Он уточнил, что мясокомбинат «Отсяшевский», входящий в группу компании «Толина», намерен инвестировать около 6 миллиардов рублей в реконструкцию производства и строительства новых цехов, что позволит практически вдвое увеличить объем производства колбасной продукции. В настоящее время, по словам зампреда, около 10 предприятий Мордовии экспортируют производственные товары и сырье в Китай, Германию, Ирак, Молдавию, Киргизию, Армению, Японию, Грузию, Италию, Эстонию и другие страны. Так, кондитерская фабрика «Ламзуль» поставляет на экспорт четверть от общей производимой продукции. Яйцеперерабатывающая фабрика «Рузова» экспортирует продукцию в страны Таможенного союза, Армению, Киргизию, Прибалтийские страны, а в 2018 году осуществила первую пробную партию поставки сухого яичного белка в Японию. Мясокомбинат «Отсяшевский» начал поставки продукции в Казахстан. Обсуждаются вопросы сотрудничества с Китаем. Предприятия Мордовия ведут внешнеторговую деятельность более чем с 80 странами. Новогоднее добро для детей. В Мордовском государственном заповеднике имени Смедовича организовали благотворительную акцию в поддержку воспитанников Темниковского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками «Заповедное добро в Темникове». Для детей показали спектакль, устроили праздничный концерт, а еще каждый получил заветный подарок к Новому году от партнеров акции и от жителей Саранска, Темникова и Розаевки. Подробнее об акции добра в следующем сюжете. Они принесли с собой настоящее новогоднее чудо. Роль добрых волшебников исполняют участники благотворительной акции. В Мордовском заповеднике имени Смедовича для воспитанников дома-интерната она проводится впервые. Впрочем, ребята и сами решили порадовать гостей своим творчеством. Смотря в глаза, как в зеркала, и просто сохранить как чудо ту душу, что всегда светла. Даяна пишет стихи. Литературу любит еще с самого маленького возраста. Она постоянная участница конкурсов. А Дарья любит петь и рисовать. Талант у девочек безграничен. Сегодня выступать им было особенно волнительно. Мы все переживали, но настроение от этого не ухудшилось. Мы все, ну скажем так, в хорошем солнечном настроении. Даша, какое желание закатываешь к Новому? Чтобы у всех все было хорошо. Самое главное. Весь коллектив дома-интерната старается, чтобы каждый ребенок ни в чем не нуждался. Ребята активно занимаются спортом. Скоро у них появится новый спортзал. Кроме того, есть среди них и будущие художники. А еще умелые шахматисты. Андрей, например, уже достиг высокого уровня. Впервые у нас очень приятно говорить об этом, то, что наш воспитанник принимал участие во всероссийских соревнованиях по шахматам, где наша республика заняла третье место, а он в составе команды был. Взрослые постарались угадать и выполнить их желание. Сделать так, чтобы этот день запомнился на целый год. Большой вопрос, кто кому устроил праздник. Увидеть эти сияющие детские глаза и лица, продлить мгновение счастья. Улыбнуться друг другу, подружиться и вновь поверить. Чудеса случаются. Это нужно всем. Это нужно и нам, и гостям нашим. Потому что они на жизнь смотрят немножко по-другому. Они становятся добрее. Это и помощь интернату нашим, помощь детям. Это тоже благотворительность, это возрождение тех традиций, которые всегда были на Руси. Исполнить самое заветное желание детей решили не только партнеры акций, но и жителей из разных городов. За две недели, говорят организаторы, поступило множество телефонных звонков. Приносили пакеты и коробки. А в них куклы, машинки, санки, спортивная форма и даже вечернее платье. Всех неравнодушных объединяло одно – желание устроить новогодний праздник совершенно чужим детям. И оказалось, что для счастья им порой нужно совсем немного. Хочется огромной благодарности выразить нашим спонсорам, партнерам, которые отозвались на нашу акцию. Это компания «Эва», они предоставили подарки для детского дома. Это торговый центр «НЕО», это пекарня «Печка», это «Калугин» и партнеры компании. Им отдельное просто большое спасибо. Отель «Шеротон», которые также отозвались на нашу акцию. И хочется поблагодарить их за то, что они, понимаете, они это делали искренне. Организаторами благотворительной акции «Заповедное добро» в Темникове выступил Мордовский заповедник имени Смедовича и туристический центр Темникова. Подарки получили, можно отправляться в обратный путь. Дети будут долго еще хвастаться новыми куклами, мечами и коньками. И, возможно, чуть больше верить в чудеса. Кристина Марценюк, Евгений Фролкин, Народные новости, Темниковский район. Сто лет в ногу со временем. Темниковские известия в этом году празднуют свой вековой юбилей. За солидный возраст издание успело сменить несколько названий. Во все времена оставалось главной опорой для жителей района. В наши дни свежий выпуск известий всегда ожидаем. В чем секрет успешной работы, у небольшого коллектива узнавали Юлия Мамаева и Сергей Соколов. Величественный и самобытный Темников – один из самых старых городов республики. Здесь еще сохранился его исторический центр. У каждого здания свое прошлое. К примеру, в этом целых сто лет находилась редакция районной газеты «Темниковские известия». Издание, чья жизнь всегда тесно переплеталась с жизнью всего района. А рядом соседствует Краеведческий музей. В его фондах подшивки первых номеров известий. Уже как экспонаты. Их историческая ценность очевидна. Газета всегда – это информатор. Что сто лет назад, что сейчас – это информатор, и он несет правдивную информацию для нас. Очень показательные слова первого редактора Оскара Лебединского. У нас есть своя газета, это гордость, но она должна питаться местными материалами. И газета – это трибуна, потому что мы всегда имели, имеем возможность высказать свое мнение. И редакция газет всегда шла навстречу музею, публикуя и Краеведов. Потом это собеседник хороший, то есть там всегда можно поспорить, высказать свою точку зрения. Газета была популярна, будет популярна и интересна сейчас. Свежий номер темниковских известий всегда можно найти в местной библиотеке. Сюда районку приносят каждую пятницу в день выхода. Большинство жителей выписывают издания на дом, но для некоторых известия доступны только в этом зале. Узнать последние новости стремится практически каждый житель. Газета, конечно, пользуется спросом. И потом это для нас очередной источник информации. Мы газету любим, ждем каждую пятницу, еженедельно. Из нее мы узнаем информацию не только нашего города, но и района, и за пределами района. Ну, в общем, вся информация полезная. Восемь полос. Статьи, заметки, очерки, репортажи. Страницы газеты наполняют всем районом. Так, Наталья Сметнева, учитель русского языка и литературы, можно сказать, постоянный внештатный корреспондент. В известие пишет о профессии, об успехах и победах своих учеников. Мы знаем, что можем написать статью обо всем, что нас волнует, учителей, людей, просто детей, естественно, наших. Поэтому пишем мы о том, что необходимо сейчас в школе, в первую очередь, конечно. Мы идем туда с любыми своими радостями и победами, потому что благодаря газете «Темняковские известия» эта радость становится общей радостью всех темняковцев и жителей нашего района. Что касается учеников, зачастую они не только герои, но и авторы публикации районную газету считают родным изданием и спешат поздравить его коллектив с юбилейной датой. Ну а теперь давайте поздравим нашу родную газету «Темняковские известия». Три, четыре. Поздравляем! Вековой юбилей сами сотрудники известий встречают в новом здании. Только-только переехали, но ритма работы не избавили. Всего над номером трудится шесть человек – редакторы, корректор и верстальщик. Все поднимательным взглядом руководителя. Каждый номер – это как репивнок, который рождается сначала в наших планах, потом материализуется в виде статей разных жанров. Стараемся больше писать о положительных эмоциях, о хороших новостях. У нас, в принципе, много событийных информации. Район живет бурной жизнью, и нам есть о чем писать. Это хорошо. Анжелика Михайловна работает в газете уже 29 лет, из которых 26 занимает пост главного редактора. Признается, работать со словом и тяжело, и ответственно. За век коллектив преодолел немало сложностей. Но всегда находил силы трудиться и писать для своего читателя, любовь и признание которого – главный подарок на столетие. Юлия Мамаева, Сергей Соколов. Народные новости. Темниковский район. В Исламском культурном центре провели региональную научно-практическую конференцию. Ее участниками стали религиозные деятели, представители Общественной палаты Республики правоохранительного блока. О чем шла речь на конференции, расскажем далее. Деформация исторической памяти как угроза национальной безопасности. Именно так называется региональная научно-практическая конференция, которую провели в Исламском культурном центре. По словам ее участников, Мордовия является одним из самых стабильных регионов в межнациональном плане. Для поддержания лидирующей позиции в республике проводятся различные конференции и профилактические мероприятия. Прекрасно сегодня идется очень активная пропаганда против нашей истории, роли российской государственности, роли советского человека в победе над фашизмом и другие-другие элементы нашей истории, которые зачастую пытаются замыть в лице и в сознании нашей молодежи через призму и националистических взглядов, через призму религиозной идеологии и других видений современных вызовов идеологического характера, которые сегодня несут с собой действительно тревожный сигнал для нашего общества. На рубеже третьего тысячелетия возникли крайне опасные идеи национализма. В большинстве случаев давлению поддается подрастающее поколение. Необходимо исключить негативные воздействия на детей, считают участники конференции. А для этого будет проводиться постоянная работа с молодежью. Она носит программный и постоянный характер. То есть проводится большой цикл мероприятий. Как сказал наш президент в октябре этого года на Совете при президенте по межнациональным отношениям, чем больше мы будем проводить таких мероприятий, которые будут являться прививкой для нашей молодежи от экстремизма, радикализма, ксенофобии, тем быстрее мы получим здоровое поколение, которое уже не будет идти в неправильную сторону. Мордовия – яркий пример региона, где вопросы профилактики, межэтнических и межконфессиональных конфликтов всегда в приоритете. Опыт нашей республики готовы перенимать не только соседи по ПФО, но и вся страна. Подобные конференции – важный шаг на этом пути. Валерия Никитина, Александр Гурьянов, Народные новости. 21 декабря в плавательном бассейне школы номер 11 города Саранска прошли ежегодные соревнования по спасению утопающих, посвященные приближающемуся празднику Дню Спасателя Российской Федерации. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды школ городского округа Саранск. Ребята демонстрировали свое мастерство на воде. Одним из этапов было условное спасение утопающего из бассейна и транспортировка его к месту финиша. Участникам предстояло выполнить все не только быстро, но и правильно, ведь голова условного утопающего должна находиться высоко. Организаторами данного мероприятия были представители городской администрации, Всероссийского общества спасения на водах и отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС по республике. По итогам соревнования ребятам были вручены медали, грамоты и ценные подарки. Это все главные новости на сегодня. В студии был Никита Борискин. Не переключайтесь.